Это спортивные известия в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по настольному теннису, бронзовый призер чемпионата Европы, многократная чемпионка Украины Анна Гапонова. Анна, здравствуйте! Вы являетесь кандидатом на участие в Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио. Но сейчас игры перенесли на год. Как вообще восприняли эту новость? Для нас это шокирующая новость, так как у нас была предопределена вся подготовка. Мы отыграли огромное количество официальных турниров в течение сезона, собирали мировой рейтинг, по крупицам, можно так сказать, достигли неплохих результатов лично я. Но так как все заморозили, остановили и уже официально объявили, что отборы будут в 2021 году, и сейчас довольно-таки проблематично поддерживать форму. Ну, для всех это какие-то новые обстоятельства, в которых мы еще будем думать, как выживать. Ваша мама Людмила Владимировна успешный тренер по настольному теннису, заслуженный тренер Украины, работает в областном училище. То есть у вас в детстве выбор спорта, наверное, был очевиден? Ну, можно сказать и так, так как я являюсь дочкой двух тренеров. У меня также отец, тренер по плаванию, очень успешный. И моя мама начинала как мой тренер, и сейчас является моим тренером. То есть весь мой успех мы с ней прошли вместе. Она всегда была со мной рядом и всегда мне помогала. И на данный момент все, чего я достигла, это можно разделить как бы вдвоем с ней. Да, мы с ней начинали вместе, и сейчас мы с ней вместе. Да, она работает все так же в училище, в котором я огромное количество лет тренировалась. И сейчас я прихожу туда, тренируюсь. Спасибо большое и Анатолию Михайловичу Попову, который дает возможность нам тренироваться, так как в Харькове не такой большой выбор залов. В 2015 году вы завоевали свою первую награду чемпионата в Европе в командном турнире. Вот эта бронзовая медаль, она для нашей женской сборной была где-то ожидаемой, или это все-таки больше сенсация тогда была? Ну, я бы назвала это очень желаемой сенсацией. Мы были очень близки к этому, уже много соревнований мы всегда занимали. Или четвертое место на европейских играх в Баку, или пятое место на чемпионате Европы. Стабильно попадали в восьмерку. Также все другие команды боялись нас, считали, что мы опасны, мы вполне способны завоевать медаль. Но мы так долго к этому стремились, и вот в 2015 году уже, знаете, наверное, как последняя капля, и наступил тот момент, когда мы должны были этого достичь. У вас успехи были и дальше, вот особенно в командных турнирах. Совсем недавний пример – это чемпионат мира. Вот вы думаете, секрет успеха здесь – это, наверное, в сыгранности, что вы много лет играете вместе? Да, безусловно. В сыгранности у нас очень высокий уровень каждого игрока в нашей национальной сборной женской команде. Также мы начали, просто самое главное, считаю, мы начали в себя верить. И после этого, после этой медали, мы попадали в восьмерку на чемпионате мира. Такого не было за всю историю Украины, таких успехов в настольном теннисе, потому что там огромное количество азиатских команд пробиться в восьмерку. Это, на самом деле, для любой европейской команды считается невероятным успехом. Мы попали в восьмерку, обыграли за выход 8 команду «Сингапур», которые были чемпионами мира в 2010 году. И после этой победы мы начали верить, что вообще возможно все. И после этого мы также попали на Кубок мира. Этого никогда еще тоже не случалось, чтобы сборная Украины попадала в составе всей команды. Мы попали и там же смогли завоевать пятое место. За очень много европейских сборных выступают натурализованные азиатские спортсмены. Как вы вообще относитесь к такому явлению в европейском спорте? Да, к сожалению или к счастью, конечно, это усложняет огромный процесс прохождения каких-то раундов, каких-то квалификаций, потому что это очень сложно. Все натурализированные китаянки, которые обладают европейскими паспортами, они очень сильно играют, у них высочайший уровень. Они учились играть в Китае, все знают в мире, что это самая сильная школа. До сих пор никому не удается с ними бороться. Но мы не можем на это повлиять, поэтому нам остается только выходить и бороться. А стиль вашей игры, он больше защитного плана, да? Вы сами для себя такую тактику выбрали, насколько эта тактика дает свои результаты? Ну да, я являюсь защитного стиля игроком. Мы выбрали эту тактику еще в детстве. На самом деле в самом детстве выбирает тренер вместе со спортсменом тактику. Или ты активный, у тебя нападающая тактика, или ты игрок защитного стиля. Мне выбрала мой тренер, моя мама защитный стиль, и мы с ней начали его совершенствовать. Это тоже огромный труд, и невозможно обладать двумя стилями одинаково. Успехи харьковского женского настольного тенниса, вот, наверное, последние лет 15, связаны вот с вами и Татьяной Беленко. А есть ли резервы? И вообще активно ли дети сейчас идут заниматься настольным теннисом, вот в Харькове в частности? Я бы сказала, что не очень активно, к сожалению, да? А хотелось бы мне, как профессионалу и человеку, который любит настольный теннис, чтобы больше детей увлекались этим видом спорта. Потому что я могу сказать по своему опыту, что это очень интересно, и на самом деле у тебя не так мало возможностей, как, может, кто-то думает, кто не разбирается в настольном теннисе или не интересуется. Так как этот вид спорта очень интересный, это раз. Очень много соревнований по всем точкам мира, это два. Нужно быть и спортивным, и коммуникабельным, и иметь психологическую устойчивость, то есть развивать огромное количество качеств. За это, я считаю, наш вид спорта достоин большего внимания. Ну, на любительском уровне, в принципе, играет много в теннис. Вот сейчас и во дворах стали ставить теннисные столы, и очень часто вот у любителей наибольшие эмоции вызывают, когда мячик попадает в самый краешек стола, меняет траекторию, улетает. Бывают ли такие варианты, такие вот эпизоды в профессиональном теннисе настольном, и как вообще с этим бороться? Есть какие-то приемы? На самом деле, конечно, и в профессиональном, и в любительском настольном теннисе такие явления случаются. Но так как профессионал тренирует свою психологическую устойчивость, особенно в стрессовых ситуациях, мы уже научились с этим справляться. Вся победа состоит из множества очков, поэтому такой досадный момент для одного, но счастливее для другого, не должен выбивать тебя из колеи, как говорится, во время игры. Но всякое возможное, у меня бывали случаи, когда от меня ничего не зависело, это очко было очень важно, и удача была на стороне соперника. Но в этом и заключается мое мастерство, я беру себя в руки и играю дальше. Вы еще выступаете на клубном уровне, в том числе за зарубежные клубы. Вот расскажите еще вот об этом. Я выступаю за французский клуб на данный момент уже на протяжении трех сезонов. До этого я также выступала в Чешской лиге, в Польской лиге, и во Франции еще 12 лет назад это был мой первый опыт. Я считаю, что это мне тоже помогает поддерживать мой высокий уровень. Аня, какой, по вашему мнению, успех в спорте? Вот в чем секрет этого успеха, вот ваш рецепт? Безусловно, без труда и выловишь рыбку из пруда, как всех нас учили. Это понятное дело, что огромное количество тренировок, это просто необходимо. Но этого недостаточно. У тебя должен быть характер. Также я считаю, что ты должен знать, к чему ты идешь. Ты должен хотеть, мечтать и стремиться. Ты должен понимать, что если ты о чем-то мечтаешь, ты должен приложить усилия, и все получится. Поэтому мой успех, можно сказать, он прост. Просто нужно делать, делать, и даже если случается неудача, дальше идти. Потому что потом где-то обязательно будет успех. Ну что, благодарю вас за эту интересную беседу. Желаю вам успеха и новых побед. Спасибо большое, спасибо. У нас в гостях была один из лидеров женской сборной Украины по настольному теннису, Анна Гапонова. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин